Это наш второй магазин. Нам понадобилось 12 задач, чтобы подготовить дизайн-проект. Три арендованных телефонных номера, 126 звонков. И у нас уже было 32 предзаказа в CRM. Прошло 34 задачи, и я уже не сомневался, что у нас все получится. Среди 2 гигабайтов документов на диске у нас уже было 22 согласованных договора. Теперь нам осталось 307 сообщений, 14 видеоконференций, и мы готовы открываться. Сколько нужно вашему бизнесу, чтобы решение заработало? Установите BITREX24 сегодня, чтобы сделать рабочие процессы измеряемыми и прозрачными. Более миллиона российских и международных компаний используют 12 бизнес-инструментов BITREX24. Бизнес работает в BITREX24. Бесплатно, не ограничено, онлайн. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте всех, приветствую. И я приглашаю на эту сцену Юрия Волошина и Дмитрия Суслова, с которыми мы представим вам новую версию BITREX24. Здравствуйте, коллеги. Здравствуй. Я приветствую всех, кто сегодня присутствует в зале. Я приветствую тех, кто смотрит нас в онлайне. И приветствую, конечно, наши офисы и наших разработчиков, которые сейчас, конечно, очень внимательно смотрят эту презентацию. Итак, прежде чем начать презентацию, несколько слов о том, как все развивается. В 2012 году мы представили новый продукт. 12 апреля, как мы между собой говорим, мы вывели его на орбиту. И каждый год мы представляем от двух до четырех релизов. И в каждом из релизов мы представляем разный функционал. Иногда это развитие имеющегося функционала, но очень часто это совершенно новые вещи, которых мы никогда не представляли раньше. И в этом релизе, который второй является релизом в этом году, мы представим вам прям очень много новинок. Bittrex 24 активно развивается, причем развивается во всем мире. Вы уже посмотрели на карту наших клиентов, в которой мы в реальном режиме показали те точки или тех клиентов, которые работают каждый день. Очень интересно наблюдать, как перемещается и как вращается наша планета. Когда работает Северная Америка, когда начинает работать Тихоокеанский регион, когда начинает работать и просыпается Европа. Мы опубликуем эту карту сегодня для того, чтобы и вы могли смотреть в реальном режиме, где и как в каждый конкретный момент работают клиенты Bittrex 24. В 2012 году мы запустили всего лишь три локализации. У нас был RU, DE и COM. Сейчас мы поддерживаем 11 локализаций, целых 12 языков, у нас 2 китайских. Посмотрите на эти флажки, мы очень гордимся нашим распространенным... И есть еще планы по открытию дополнительных языков? Да, конечно. Предыдущий релиз мы называли Fidja. У нас стало уже доброй традицией давать название релизу, выбирая одну из точек на карте. Релиз Fidja был, наверное, знаменательным для нас. Мы сменили ценовую политику и стали бесплатными и неограниченными. И это существенно повлияло на скорость и на темпы роста проекта. 21 марта, мне кажется, мы говорили... О том, что у нас миллион компаний. Прошло каких-то три месяца, и посмотрите на эту цифру. Миллион двести компаний в B324. По-моему, это отличные результаты. Проект очень быстро развивается. Одно из любопытных явлений предыдущего релиза – это искусственный интеллект Марты. Мы все его имели возможность потестировать, попробовать и посмотреть. Вообще любопытный проект. Во многом очень любопытный. Он помогает осваивать продукт. Особенно он помогает тем, кто начинает только знакомиться с продуктом. Потом помогает находить вопросы, ответы на вопросы. Даже может болтать на какие-то общие темы и играть в крестики-нолики. Напишите ему «играть в крестики-нолики». Попробуйте поиграть с Мартой. Скажи, вот на самом деле, кроме того, что мы в тренде искусственного интеллекта, есть какая-то польза от нашей новой Марты? Ученые спорят, но внутри компании мы абсолютно уверены в его полезности и в значимости этого инструмента. Целый ряд метрик продукта значительно улучшились. Особенно это касается тех новых пользователей, которые начинают осваивать продукт. 78% вопросов Марта находит ответы либо в своей базе данных, либо в поисковой системе поддержки 24. И на волне развития и популярности чат-ботов мы представили полную новую платформу чат-ботов, в которой наши партнеры и наши клиенты и сами для себя, и для маркетплейса, для приложения, каталога приложений выпускают готовые решения. Вы можете поставить эти решения, попробовать. Некоторые завоевали популярность в целом ряде компаний. Еще одним важным изменением было обновление задач в предыдущем релизе. Задачи, в зависимости от страны, где-то первый по популярности инструмент, где-то второй по популярности инструмент. У нас совершенно определенная именно задача является инструментом номер один. И, конечно, менять интерфейс и менять задачи было очень волнительно. Мы большую работу проделали перед этим, сделали их рассчитанными и на неподготовленных пользователей, и на профессионалов. И я очень рад, что смена задач оказалась замечательной и была очень хорошо принята вами. Был принят и новый функционал, и новый интерфейс. И второй по популярности, или первый по популярности инструментарий в Bitrix24 – это CRM. На сегодняшний момент 90 тысяч компаний активно используют CRM. 43 миллиона лидов, 28 миллионов контактов. CRM очень быстро развивается. В Bitrix24 есть чудесный драйвер для CRM. Это телефония. Я не знаю, много это или мало, 161 тысяча звонков в сутки, но выглядит вообще внушительной цифрой. Именно такие показатели телефонии в Bitrix24 на данный момент. И изучая, как вы пользуетесь продуктом, мы видим одно очень важное явление. Это незаметность наполнения CRM. Незаметность связки CRM плюс телефония создает некое новое качество. И сегодня мы еще много раз будем произносить слово «незаметный CRM», которое работает и собирает необходимые данные. Ну что ж, мы начинаем презентацию нового Bitrix24. Этот релиз получил название «Корсика». Мы выбрали еще одну точку на карте. Я думаю, станет этот релиз достаточно значимым. Еще раз подчеркну, что в каждом релизе мы представляем совсем новые вещи и развиваем те, которые уже были. Пожалуй, в этом релизе нас ждет очень много. Давайте начнем. Итак, первое решение, о котором мы хотим рассказать. И первый, можно сказать, новый продукт. Это открытые линии. Мы долго выбирали слово или термин для того, чтобы его назвать. Но давайте теперь расскажем, что это такое. Мир меняется и меняются наши коммуникации. Если мы посчитаем, сколько мы выполняем в день телефонных звонков или отправляем сообщения мгновенными мессенджерами, то окажется, что мессенджеры уже давно впереди. И большинство наших коммуникаций с друзьями, с близкими мы выполняем в мессенджере. На самом деле мессенджеры активно используются и внутри компании. Но сегодня отсутствуют нормальные коммуникации, которые были бы построены между людьми и между компаниями с использованием мессенджеров. И кажется, что это неправильно. И очень хочется построить эти коммуникации и сделать их рабочими. Мне почему-то кажется, что это очень похоже на телефонию и АТС, которая существовала еще несколько десятилетий назад. Вообще история развивается очень похожим образом. Вспомните, как были времена построены, когда не было телефонных АТС. Фактически один телефонный аппарат в офисе, мы должны были бегать, звать других, каким-то образом организовываться вокруг этого процесса. Но времена меняются, и существует некоторая, наверное, преемственность этого времени. И мы подготовили для вас историю, которая рассказывает о том, что такое открытые линии. Пожалуйста. Алло. Да. Сейчас переключу. Продолжение следует... Продолжение следует... Прекрасное решение и прекрасная работа наших замечательных разработчиков в главных ролях только сотрудники компании. Спасибо коллегам за эту прекрасную сцену и за прекрасный сюжет. В результате действительности вот так часто приходится выяснять, а ты ответил этому клиенту, не ответил, нужно ли решить задачу или нет. Давайте немного покажем и расскажем о том, как это устроено. Открытые линии. Первая очередная задача, которую они ставят перед собой, это собрать цифровые каналы в едином инструменте. Следующая задача, это научиться распределять эти сообщения по очереди. Ведь будет странно и неправильно, если мы не смогли бы этого сделать. Следующая задача, это доставить сообщения на рабочий стол каждому сотруднику, который должен был бы отвечать на эти вопросы. Организовать маршрутизацию и построить это все в режиме реального времени. Мы можем, конечно, рисовать это схемами, но нет ничего лучше живой презентации. Давайте попробуем продемонстрировать. Сейчас мы в реальном режиме времени покажем, как работают наши открытые линии в BITREX24. Я у Сергея Кулешова отобрал его телефон. Вот, собственно, сюда он и выводится. Все работает. Итак, давайте попробуем написать в открытые линии через Telegram. Итак, мы ищем BITREX24 DEMOBOT. Прекрасно, мы нашли открытую линию и приветствуем нашу компанию. Я пишу это в Telegram в режиме реального времени. Это появляется у Юры Волошина на компьютере. И смотрите, какие варианты доступны для сотрудника компании, который принял этот контакт из мессенджера. Во-первых, есть вариант переадресовать. Если вы заняты, если вы не можете ответить на этот вопрос или общаетесь с другим клиентом, просто нажимайте эту кнопку. Есть вариант пропустить, если вам сейчас не до того, и вы хотите просто, чтобы этот контакт ушел в очередь к другим вашим коллегам. Но чаще всего вы будете нажимать на кнопку «Ответить» для того, чтобы вступить в этот диалог. Юр. Привет. И сейчас Юрий, либо другой сотрудник, может ответить мне на сообщение. Давайте мы не будем долго мудрить и отправим фотографию. У нас есть о чем поговорить с компанией. Фотография появилась в нашей открытой линии. Итак, мы показали вам Telegram. Давайте вернемся к мобильному приложению и откроем теперь ВКонтакте. Так, ВКонтакте. Нам потребуется группа. У меня есть отдельная группа для презентации Bittrex24. И мы напишем «Приветствие». Привет. Вы можете корректировать, настраивать продукт правильно? Уже кто-то смехнул, что можно писать нашему боту. Вот видите, хулиганит. Мы знали, что такое может случиться. Итак, Юр, прошу, ответь нам немного. Нет, ну ему не надо отвечать. Он подождет. Давай мы все-таки вернемся к нашей сцене. Мы хотели продемонстрировать еще один момент. Возможность подключить другого сотрудника для коммуникации с тем человеком, с которым вы уже начали общаться. Юр, подключи, пожалуйста. Хулиганы, ну перестаньте уже. Подключай нам. Дмитрия Суслова. Он у нас работает на мобильном телефоне. И он может стать одним из участников этой дискуссии. И он может ответить мне. Для того, чтобы мы, к сожалению, не можем вывести его экран. Но он является одним из участников дискуссии. Смотрите, мы видим, что Дмитрий Суслов пишет ответ. Доброе утро. Мы ВКонтакте. Мы ВКонтакте. И все работает. А у меня еще не появился. А, они туда написали. Да, вот хулиганы, а. Где у нас Сергей Кулешов? Вредители, а. Ну ладно, хорошо. Давайте пойдем дальше. Помешали нам, да? Итак, мы открываем в конт... Теперь Фейсбук. Теперь Фейсбук. И ищем... Битрикс24. Ну что ж такое, а? Так, секундочку. А где моя группа? Вот она. Мы пишем привет уже в этой группе. Отлично. Мы точно так же переписываемся. Кстати, хотел бы отметить один важный момент. Если вы не готовы или не можете ответить сейчас на это сообщение, и вы оператор открытой линии, то в течение определенного времени он настраивается, ну, например, пять минут, сообщение возвращается опять в очередь, и дальше находит следующего освободившегося оператора. А можно сразу переадресовать? Можно переадресовать это сообщение, но, похоже, нам сейчас не дадут такую возможность сделать. Юр, сможешь ли ты найти на Телеграме меня? Отлично, находи. Итак, мы вам показали Телеграм, ВКонтакте, Мессенджер. Нам все помогли. Спасибо большое. И мы хотели вам продемонстрировать, наверное, последнюю изюминку этого сценария. Давайте мы сейчас напишем в обратную сторону. То есть компания выступит инициатором сообщения. Юра, напиши, пожалуйста, о том, что есть скидки мне в Телеграм. Написали, что есть скидки, оно появилось. У нас появилась циферка. Мы открываем сообщение, и мы можем поблагодарить и приобрести продукт. Так устроены открытые линии. Спасибо вам большое за помощь с открытыми линиями. Похоже, что каждый займется теперь созданием себе Телеграм-бота и подключением внешних социальных сетей. Итак, как устроена схема? Вы сможете подключить внешние цифровые коммуникации, собрать их в единый канал коммуникаций, организовать очередь, кто и как будет обрабатывать соответствующие запросы. Кстати, на всякий случай мы записали ролики, потому что предполагали, что может произойти накладки. Несколько слов о том, как это настраивается. Вы указываете, что открытая линия интегрирована с CRM, набираете сотрудников, которые будут обрабатывать открытую линию равномерно, либо по очереди. Настраиваете другие параметры. По-моему, это очень похоже на то, что происходит с настройкой АТС, с настройкой телефонии в B3G4. Да, совершенно верно. Кстати, здесь продемонстрировано, как происходит подключение Телеграм-бота. Отмечу, что вообще Телеграм подключить получается легко. Молодцы коллеги. Вконтакте прям были очень открыты и удалось активно развивать АТС. Но и все так просто. Фейсбук легко подключается. Сложнее всех оказалось со Скайпом. Коллеги из Майкрософта побили рекорд. Инструкция насчитывает 13 пунктов. Партнерам придется, наверное, попотеть. Мы даже сейчас не рискнули это демонстрировать. И последовательно мы будем добавлять следующие каналы коммуникаций для работы. Еще раз подчеркнем. В основе открытых линий лежит очередь. Очередь, в которой накапливаются сообщения и распределяются между сотрудниками. Можно перенаправить сообщение другому сотруднику. Можно перенаправлять сообщение. Можно возвращать. Можно не отвечать. Если вы завершили рабочий день, сообщения вам перестают поступать. Если вы нажали паузу своего рабочего дня, подразумевается, что вы не работаете. А можно скрыто или открыто подключить других своих коллег к общению с этим клиентом? Открытые линии будут незаметно накапливать данные и интегрировать их в CRM. Размещать данные, диалоги и сохранять всю информацию, которую ваши сотрудники будут вести при коммуникации через открытые линии. Итак, объединение всех цифровых каналов коммуникации с клиентами. Соцсети, мессенджеры, ну и в планах еще ряд мессенджеров. Мы активно коммуницируем сейчас с Viber. Насколько я знаю, с Instagram что-то не получилось, да? Instagram вообще запретил API. Очень хотели подключить и этот инструмент. Но вообще многие уже заявили, что будут открывать мессенджеры. И мы будем подключать всех, кто будет готов. Распределение сообщений, перенаправление, прекрасный бизнесовый сценарий. Ну что ж, двинемся дальше. Теперь мы хотели бы вам рассказать про онлайн-чат. История, наверное, опять же повторяется. И уже сложилась некоторая привычка, заходя на сайт, коммуницировать с компанией через онлайн-чат. При этом уровень удовлетворенности клиентами от общения именно через этот инструмент наиболее высок среди других. 73% людей довольны тем, как с ними коммуницируют именно через онлайн-чат на сайте. Причем, если поговорить с людьми, они говорят следующее примерно. Мне нравится, что очень быстро. Мне нравится, что мне персонально помогли. И очень быстро нашли ответственного сотрудника. Ведь реально они нам рассказывают о скорости решения своих проблем. И мы рады представить вам новый инструмент, который появляется в Bittrex24. Это онлайн-чат для сайтов. Вы сможете каждый поставить на свой сайт кнопку, которая предоставит вам полностью готовый инструментарий для организации онлайн-коммуникаций с клиентами. Причем можно будет общаться как через веб-интерфейс, так здесь будут представлены инструменты коммуникаций, которые включают в себя открытые линии. То есть, если пользователь откроет Facebook, ему удобнее общаться через Facebook, он нажмет и будет работать уже через Facebook. Или через Telegram, или через Skype, через те цифровые каналы, которые у него доступны. Мы ведь живем сейчас в мобильную эру, поэтому совершенно нормально, что это все будет прекрасная работа и на ваших мобильных устройствах. Без сомнения. Открытые линии будут доступны, конечно, в мобильных устройствах и адаптированы для работы в мобильных линиях. Онлайн-чат для сайта. Один онлайн-чат, одна открытая линия. В принципе, мы рассматриваем онлайн-чат как еще одну линию коммуникаций для открытых линий. Но все-таки считаем, что нужно выделять ее как отдельную, потому что есть некоторая форма и есть некоторая привычка. Легко поставить на сайт вам достаточно обычного HTML-кода, настройка внешнего вида, настройка параметров показа, публичная страница для открытой линии. На этом я, наверное, хотел бы немного остановиться. Мы создали отдельную страницу, у которой будет особый адрес и которую вы сможете указывать, например, в своей подписи. То есть, по сути, это страница BIDREX24, на которой размещен, развернут сразу инструмент коммуникации, онлайн-чат со всеми каналами коммуникации, которыми вы поддерживаете. В принципе, это может быть онлайн-линия коммуникаций с определенным отделом, с поддержкой, с кем бы то ни было. И в современном мире вы сможете раскидывать это через цифровые каналы, через соцсети или через мессенджеры. Линии, открытые для бизнеса. В каком варианте можно использовать открытые линии? Ну, во-первых, предпродажи для клиентов. Кому-то что-то стало интересно, для того, чтобы не звонить, не писать по электронной почте, он просто пишет запрос. Но эти сценарии вам отлично известны. В том числе в социальных сетях. Поддержка продаж через онлайн-чат, через социальные сети, через другие коммуникации. Очень интересная штука – поддержка клиентов. Мне кажется, здесь стоит остановиться. Мы очень хотели рассказать вам подробно о многоуровневой системе поддержки, но, возможно, мы это сделаем на будущих вебинарах. Фактически, вы можете создать много очередей и выстроить их в определенную очередь. Нулевой уровень обрабатывает общие вопросы, отвечает и в дальнейшем перенаправляет сообщения в следующую очередь. Кстати, мы активно занимаемся этой историей и очень хотим использовать открытые линии для Bitrix24, для того, чтобы поддерживать наших клиентов. Денис Шаромов уже наметил, по-моему, 15 или 20 открытых линий по разным тематикам и одну входящую линию, по которой он будет принимать запросы. Вполне возможно, что поддержка Bitrix24 станет намного быстрее. А представляешь, если мы Марту подключим к открытым линиям? Они будут вместе с собой общаться. Мне кажется, это просто прекрасно. И они будут общаться с клиентами. Итак, открытые линии. Во-первых, конечно, это быстро. Отвечать в реальном режиме времени. Это качественно и по делу, потому что мы всегда можем привлечь людей, которые точно знают, о чем говорят, для того, чтобы помочь клиенту. И клиенты очень ценят персональность. Персональность общения, персональность решения его вопросов и возможность быстро найти этого человека, который, опять же, персонально решит задачу. Ключевой вопрос, сколько это все стоит. На самом деле у нас в компании есть два лагеря. С одной стороны, часть компании всегда хочет все продавать и делать это подороже, чтобы получать больше денег. Другая часть компании, большую часть фич хочет отдавать бесплатно, чтобы быть более доступной для наших клиентов. Мы спорили, что делать с этим инструментом, будет ли он платным, бесплатным. Давай попробуем раскрыть карты. За открытой линией на самом деле велся настоящий бой. Давай, сохраняя интригу, с этой стороны начнем открывать. Компания. Да, для компании все не ограничено. Вообще, это самый лучший тарифный план. Вы никогда не прогадаете. Просто покупайте компанию и все будет у вас всегда в полном объеме. Команда. Две линии, два чата. То есть две открытых линии разных вариантов. И к каждой можно подключить любые коннекторы. То есть мы этот вопрос не ограничиваем. И два онлайн чата для одного сайта, для разных сайтов, так, как вам потребуется. Опять же, интеграция CRM со всеми составляющими. Число сеансов не ограничено. Бывают и такие истории на рынке. Проект плюс. Одна линия, один чат, не ограничено и, опять же, не ограничено. Единственное, что отмечу, в открытой линии в качестве операторов могут быть только бизнес-пользователи. То есть если в вашем тарифном плане 24 пользователя, то они смогут работать с открытой линией. Но теперь самая главная интрига. Что мы сделаем с проектом, со всеми нашими многочисленными пользователями? Шутили, победили клиенты. Мы предоставляем бесплатную открытую линию для каждого клиента. Один бесплатный онлайн чат, любое число коннекторов, которые появятся, и все остальные возможности, ну и, конечно, интеграция CRM. Для того, чтобы вы могли попробовать и изменить свои коммуникации с клиентами. Ну что ж, движемся дальше. Теперь мы хотели бы представить вам CRM-формы взамену в команде. Что такое веб-формы? Вообще веб-формы бывают разными. Вы регистрировались на это мероприятие, заполняя вот такую страничку. Все данные, по сути, вы занесли в эту форму. Они бывают формы обратной связи, небольшие, простые. Бывают очень сложные формы, в которых, по сути, мы укладываем бизнес-процесс, ну, например, получения кредита или оформления какого-то заказа. На самом деле формы сделать не так просто, а получается. Сложность формы в том, что требуется использовать интернет-сайт для ее размещения. Требуется команда разработчиков и тех, кто придумывает эту форму. На самом деле программисты ненавидят делать веб-формы. Потому что приходит маркетолог с бумажечкой и говорит, мне нужна вот такая веб-форма. Ему ее делают, но это же только начало. Потом нужно попередвигать поля, потом нужно посмотреть на аналитику. И в итоге это все превращается в ненависть программистов к веб-формам. И они редко получаются такими, как хотелось бы. Но на самом деле вся идея создания веб-формы состоит только в одном. Чтобы все данные из нее оказались в ВКонтакте, в Лиде, дополнили информацию по клиенту. То есть, да, нам нужно обработать эти данные, но нам еще важнее сохранить эти данные. И мы назвали весь этот инструментарий, мы его назвали CRM-формами. Нам кажется, что это наиболее точно отражает, для чего создается инструментарий. И мы бы хотели вам сейчас представить несколько типов форм. Первое, CRM-формы простые, которые сможет сделать... Ну давайте некую бизнес-задачу нарисуем. Мы в начале историю показывали вам про открытие интернет-магазина. Предположим, мы хотим собрать друзей на вечеринку. И тоже бы хотели собрать данные. Как это будет выглядеть? После обновления вы увидите новый пункт меню с CRM-формами. Войдя в него, будут показаны формы, которые предустанавливаются с продуктами. Берем любую форму, создаем на ее основании новую форму для себя. Можно легко заменить описание формы, ее название. Вы выбираете с правой стороны из тех сущностей, которые есть в CRM, те поля, которые вам необходимы. Вот сейчас я зайду в лиды и поставлю дату рождения, имя, телефон, e-mail. Можно легким движением изменить расположение полей. Все, что вы заполняете в форму, можно сохранить как в лиде, так и в сделке, в контактах, в компании. В данном случае я выбрал лиды. Изменяем цвет, кнопочек. Изменяем название кнопок. И самое главное, выставляем тех сотрудников, которым будет распределено по очереди, те лиды или те сделки, которые будут созданы в этой форме. А вот в этом моменте я заберу у тебя инициативу. И сейчас мы из CRM-формы нажали на публичную ссылку этой формы. Фактически мы сделали такой лендинг, на котором уже стоит готовая форма. Вы можете сменить фоновую картинку. Да, конечно. Вы сможете ее поправить, но самое главное, что сейчас вам даже не надо ставить ее на сайт. Теперь вы можете использовать эту CRM-форму для того, чтобы приглашать друзей через социальные сети на вечеринку. Давайте покажем, как это будет выглядеть. Теперь мы взяли готовую ссылку, скопировали ее. Вот наша форма. Все открыли в данном случае ВКонтакте. Пишем приглашение. Опубликуем эту ссылку. Правильные, богатые ссылки для того, чтобы все выглядело хорошо. Любой посетитель, посмотревший это сообщение, нажимает на страницу, переходит на лендинг. Такого рода лендинг для Bitrix 24. Это CRM-форма заполняет данные, и они оказываются в CRM. Все. Все регистрации, все данные оказались у нас в CRM. Опять же, ответы, варианты, все настраивается, безусловно, для того, чтобы это работало. Мы хотели бы показать вам другой сценарий, используя мобильное приложение. Мы переходим в Facebook, также отправляем ссылочку, можем перейти по ней и заполнить CRM-форму. Конечно, CRM-формы адаптированы для мобильных устройств. Вы не будете задумываться о том, как правильно или неправильно они выглядят. Все должно выглядеть аккуратно на мобильных устройствах. Валидация и проверка форм будет полностью работать. И это был простой вариант формы. Да, действительно, всего несколько полей, но как они обогащают нашу CRM. Причем в момент, когда происходит сохранение, по e-mail или по мобильному телефону мы уже будем находить этого клиента. И если он уже есть в нашей базе, то эти дела попадут уже не в лид, а они попадут, например, в контакт или в компанию. Самое главное, они привяжутся к тому ответственному, который отвечает за этого клиента. Но мы про очередь еще немного поговорим позже. Теперь более сложные формы. У нас уже была подготовлена конкретная форма. Для демонстрации переходим в нее. Изменяем немножко данные по разделам этой формы. Указано, что у нас будет несколько участников. Формат презентации не позволил нам показать всю красоту настроек, но есть целый блок, где вы устанавливаете зависимости, строите сложную форму, копируете HTML, и мы сейчас покажем, как эту более сложную форму поставить уже непосредственно на свой сайт. В общем, все традиционно. Вы размещаете HTML на том сайте, где вам необходимо размещение формы. Все, она готова. И вот тут в зависимости от выбора появляются разные поля. И вы можете набрать много условий сделать, много вариантов полей. И эти данные будут помещаться в контакт, в компанию или в сделку. Или, в общем, в лид, если эта форма позволяет вам сохранить данные в лид. Полная интеграция CRM, CRM-форм. Выбирайте любые поля, которые есть в CRM. То есть у вас есть отдельные поля в сделках, контактах, компаниях. Из них вы компонуете форму так, как вам нужно. Автосохранение результатов, идентификация клиента, обработка результата по правилам. Об очереди хотелось сказать несколько слов отдельно. Самое главное, что вы можете сделать на этих формах, это поставить тех сотрудников, которые будут отвечать за форму. Если даже форма будет очень посещаемая, вы будете получать много данных с нее, вы можете в очередь поставить несколько сотрудников, которым она будет распределяться равномерно, и сотрудники смогут отвечать этим клиентам. Но есть одна особенность. Если мы узнаем этого клиента по одному из атрибутов, и у него есть другой ответственный, то, соответственно, результаты заполнения формы будут назначены тому ответственному, который ведет клиента. Но, опять же, если вы включите соответствующий параметр. Мы представляем несколько готовых форм, которые идут в стандартной поставке BITREX24. Они послужат вам образцом, и на них, собственно, можно будет сориентироваться для того, чтобы скопировать и создать на их базе первые формы, с которыми вы будете работать. CRM-формы интегрированы с онлайн-чатом. Поэтому достаточно вам оставить одну галочку для того, чтобы уже при заполнении формы вы смогли проконсультировать клиента о том, как заполнять или как он получит документы, и вообще ответить на любые его вопросы. И это не все. Сквозная аналитика в CRM-формах. Формы готовы для использования со сквозной аналитикой. Вам достаточно просто указать идентификатор Google Аналитики или Яндекс.Аналитики, и форма будет передавать информацию в эти системы. То есть вы просто указали код, а мы автоматически разметим всю форму параметрами так, как это необходимо. И в вашем распоряжении полный комплект отчетности, который предоставляет Яндекс.Метрика, или вот такой замечательный отчет, который предоставляет Google Аналитика по результатам формы. Маркетологи оценят возможность создавать такие формы и анализировать их. Итак, CRM-формы, полная интеграция с Bittrex24 CRM, проверка правильности заполнения полей, нотификация клиентов на почту. На самом деле так много функционала. Мы очень ценим публичные страницы. Это значительно облегчает возможности использования форм. Несколько раз мы показывали эти сценарии клиентам, и маркетинг, конечно, в восторге. Они могут взять, создать сами форму, подготовить ее, раскидать, собрать данные, проанализировать и организовать все мероприятие. Все интегрировано с открытыми линиями, с Google Analytics. И чуть-чуть позже мы покажем CRM-формы с оплатой. И мы опять готовы повторить очень важный тезис. Вы однажды разместили на своих сайтах CRM-формы, организовали процесс, и данные заполняются в CRM автоматически. Незаметно происходит сбор данных. Опять мы приходим к главному вопросу, сколько будут стоить CRM-формы. И опять у нас был спор. Надеюсь, в этот раз победит правильный лагерь. Ты про тех, кто зарабатывает деньги? Конечно. Давайте посмотрим. Еще раз подчеркну, компания – это самый лучший тарифный план. На нем все не ограничено. Команда. Четыре активных CRM-формы. Да, мы ввели такое понятие. Что такое активное? То есть, если вам нужна пятая, вы ее создаете, какую-то отключаете, а эту включаете. При отключении формы вы не теряете данные, все, что вы накопили, будет сохраняться, форма просто будет деактивироваться. Да, она уже, собственно, в CRM. Но просто эта форма, может быть, вам уже не нужна. Две CRM-формы для проект плюс и одна CRM-форма мы предоставляем для всех наших бесплатных клиентов. Но еще раз подчеркнем, вы можете создать много CRM-форм. Ну что ж, движемся дальше. Теперь мы переходим к следующему очень важному инструменту – счета онлайн. Звучит интересно. О чем может быть речь? Люди привыкли платить онлайн, но очень сложно делать оплату онлайн, когда нужно выставить счет конкретному клиенту. Делать это в интернет-магазине достаточно неудобно. Удобнее это делать в рамках каких-то специализированных для этого систем. Яндекс.ТНС.Групп подтверждает, что оплата онлайн становится очень популярной и используется все больше и больше. На самом деле в CRM у нас есть счет. И он индивидуально подготовлен для клиента. Но вроде как бы мы не можем его оплатить. И нам кажется, что это неправильная ситуация. Нужно научиться платить и отправлять счета онлайн. И мы представляем вам новые счета онлайн в рамках BITREX24. Традиционно вы выберете и заходите в счета, выставляете их, выбираете требуемого клиента. В новой версии вы сможете выбрать конкретный расчетный счет, на который вы будете принимать платеж. Выбираете, как вы будете платить и сохраняете эту форму, добавляя необходимые товары в ваш счет. Самое важное, что появилось, это возможность получить ссылку на публичную страницу. Вы можете взять эту ссылку, отправить ее в какую-то внешнюю систему. Например, ВКонтакте, как в данном случае, клиент получает эту ссылку, переходит на публичную страницу, где он видит ваш счет, который он может просмотреть, скачать, распечатать, получить ваши реквизиты. Ну вообще удобно теперь получить ссылку, а не отправлять PDF, не рассуждать на это. У вас есть теперь отдельная индивидуальная ссылка для каждого счета. И вы видите, что здесь есть уже платежные инструменты. Пока мы о них не говорили. Но вообще можно нажать «Яндекс.Деньги» и оплатить именно этот счет, оплатить его электронными способами. Но тут мы с вами говорили о счетах, которые индивидуально выставляются клиенту. Но ведь так хочется, заполнив какую-то форму, CRM-форму, на основании нее, а мы это умеем, тут же создать счет и тут же отправить клиента на оплату. И мы представляем вам CRM-формы с оплатой. Переходим на публичную страницу формы, заполняем первоначальные данные. И далее мы можем выбирать необходимое количество людей, которые пойдут. Парковочные места, нужен ли обед. Форма автоматически рассчитает, сколько будет стоить это клиенту. И можно будет автоматом создать счет, который можно будет оплатить. Готовый бизнес-процесс. Организация на мероприятие. В зависимости от выбранных опций, от числа участников рассчитывается стоимость. Это делает все обычная CRM-форма. Далее вы подключаете платежные системы, выставляете счет. И результатом всего этого станет хранящийся в системе статус, который автоматически будет получен из платежных систем, статус оплаты. Прекрасный сценарий, готовый бизнес-сценарий для работы. Конечно, простое подключение платежных систем. Было бы сложно организовать иначе или построить по-другому процесс. На сегодняшний момент мы уже сделали Яндекс.Кассы с целым списком платежных инструментов, PayPal и авторайсное для международных клиентов. Завершается тестирование Альфа-банка. И мы работаем вместе со Сбербанком и с Приватбанком. Отдельное решение, которое готовят наши партнеры. В частности, например, информатика и сервис сейчас работают с модуль-банком. Они уже выпустили первую версию модуля, но пока еще не завершили процесс. И мы надеемся, что в будущем партнеры смогут вместе с банковскими системами подключать свои инструменты. Развивая, мы будем потихоньку добавлять платежные инструменты и делать сервис более функциональным и более удобным. Итак, счета онлайн. Публичная страница для каждого счета. Это оплата, онлайн оплата счетов в CRM, быстрое подключение платежных систем и автоматическое получение статуса оплаты. Настолько большой сегмент и настолько перспективный, что нам кажется, что начинается некая новая эпоха онлайн платежей в CRM. Когда мы будем выставлять каждый счет, отправлять эти счета клиенту, и независимо от того, клиент это или B2B коммуникации, мы будем получать с вами оплаченные счета. Я очень рад, что мы, можно сказать, первыми начинаем эту эпоху. Главный вопрос, главный вопрос, сколько будут стоить? Но я тут немного забегу вперед. Победили те, кто считает, что нужно зарабатывать деньги. Поэтому всем все не ограничено. Это же счета. Они предоставляются всем бесплатно. Движемся дальше. Нам нужно успеть рассказать еще много интересного. E-mail трекер в CRM. E-mail. По-прежнему продажники работают с клиентами, используя электронную почту. И очень сложно получается заставить сотрудников переносить результаты коммуникации в CRM. А ведь так хочется каждый раз, чтобы что-то незаметно учитывалось. Мы пробовали много разных вариантов. Мы пробовали один вариант забирать общий корпоративный почтовый ящик. Мы пробовали делать интерфейс, из которого можно было бы писать. Мы решили, что надо все переосмыслить. Мы даже пробовали убить электронную почту, помните? Да, и местами нам это удалось. Но сейчас мы создаем e-mail трекер, который будет незаметно анализировать данные. Как это устроено? В настройках почтового ящика, внутри BITREX24, теперь вы сможете указать, что вы бы хотели, вернее, давайте так скажем, каждый сотрудник, который работает в CRM, или в наших терминах это бизнес-пользователь, он может подключить по E-MAP свой почтовый ящик, выбрать те входящие, те исходящие папки, которые e-mail трекер будет анализировать. Мы вообще большинство из них определим сами, но если у вас какие-то сложные правила, вы всегда сможете это настроить. И далее e-mail трекер будет сам автоматически просматривать и входящие, и исходящие. Я могу просто работать на своем ноутбуке с любым клиентом, будь то Outlook или e-mail для MacBook, я просто принимаю письма. Если это спам или неактуально для меня, я просто удаляю письмо, оно никак не отмечается в вашей CRM. Но если я ответил на это письмо, если я начал контакт с этим пользователем, оно попадет в дела, внутри BITREX24, и вот вы видите список писем, которые попали внутрь BITREX24, из ваших почтовых сообщений. На самом деле, даже если ты не ответишь, это письмо будет затрекано в CRM, и оно будет храниться еще необработанным лидом. Если мы узнаем этот e-mail, то мы, соответственно, правильно разнесем это дело там, где оно должно находиться. Ну и опять же, если вы сами пишете исходящее письмо тому клиенту, который вам еще не писал, мы тоже на основании этого создадим дело, заберем это письмо из отправленных и правильно его учтем внутри CRM. e-mail tracker делает работу с почтой и с CRM незаметной. Слушай, но у нас же на самом деле была уже почта внутри BITREX24. Что изменилось? Да, но мы собирали, во-первых, только один ящик, во-вторых, мы его собирали по ПОП-3, мы не умели смотреть исходящую корреспонденцию. А теперь мы даем возможность каждому сотруднику, который работает в CRM, подключить свой входящий, свой почтовый ящик. Мы учитываем и входящий, и исходящий, и даем вам возможность не переходить в CRM, а просто оставаясь в почтовой программе работать, будучи уверенным, что все сообщения правильно отражаются в CRM. И мы сохраняем всю переписку. И опять мы говорим о том, что CRM незаметно пополняет данные. Мне очень нравится вот этот тезис, незаметная CRM. Незаметная CRM зафиксирует все данные, которые идут в корреспонденцию. Мой любимый вопрос, сколько денег? И тут мы опять же долго спорили, и опять, ну в этот раз уже, да, победили клиенты. 12 бизнес-пользователей, столько, сколько пользуются CRM. Фактически каждый сотрудник, который использует CRM, сможет использовать e-mail трекер. Есть еще один трекер, который мы хотели вам представить. Он называется 1С-трекер. По факту, чуть ли не 80%, а бывает, что и больше, данных хранится в онлайн, в офлайне. Это те клиенты, которые приходят в ваши обычные магазины, которые покупают, и они отдают очень много данных. И, пожалуй, можно сказать, что мечта каждого владельца бизнеса в CRM объединить все данные. Те все данные, которые у него собираются из онлайна, из звонков, из чего угодно, но при этом, которые в том числе собираются в офлайн. Мы подготовили для вас интересную историю, которая рассказывает о том, как работает 1С-трекер. 80% продаж совершается в обычных магазинах, в офлайне. Все эти данные у вас в 1С. Здравствуйте, Олег. Да, да, это я. У меня вопрос. 1С-трекер в режиме реального времени получает информацию о покупках ваших клиентов из 1С и объединяет в Bittrex 24 CRM всю вашу клиентскую базу. Такой вот незаметный, на первый взгляд, инструментарий, который соберет все данные при подключении. Кстати, как происходит подключение? Мы подготовили для вас два модуля, которые можно использовать как в 1С-тарковле, так и в учетных системах 1С. Эти два модуля автоматически собирают данные, могут передавать их в CRM. При передаче данных мы идентифицируем клиентов и проверяем на дубликаты по телефону, e-mail и идентификатору, отправляемому из 1С. Это прекрасный, очень простой способ объединить в CRM все данные. Подключив 1С-трекер, вы можете выгрузить все предыдущие продажи, в том числе за 100 лет, если они у вас там происходили. Вы можете подключить несколько систем 1С к Bittrex 24 CRM и в итоге объединить внутри Bittrex 24, объединить все данные. Однажды настроенный 1С-трекер будет автоматически собирать эти данные, публиковать их, размещать в CRM и объединить все данные, которые у вас есть. Опять же, незаметно для вас в дальнейшем будет пополнять эти данные. Извечный вопрос. Сколько должно это стоить? И мы не будем вас долго мучить, потому что за дружбу денег мы не берем. 1С-трекер предоставляется всем клиентам бесплатно. Итак, движемся дальше. Опять у нас замена в команде. Чудесное слово. Дим, ты его очень любишь. Расскажи о нем. Оказалось, что мне очень нравится это слово. Когда мне Сергей на прошлой неделе презентовал нашу презентацию, мы обсуждали, мы готовились, я смотрелся, мы говорим, так это же не канальное CRM, мы же делаем все для этого. У нас уже есть продукты, несколько каналов, с которых мы собираем контакты. Это телефон с интернет-магазина. Мы можем забирать данные и давать их обратно. Мы можем планировать встречи. Но у нас появились открытые линии, веб-формы, у нас появились счета. И все это попадает сюда, в соцсети, мессенджеры, онлайн-часть, CRM-формы, email-трекер. Фактически мы делаем многоканальную, омниканальную B324 CRM, которую хотим представить сегодня. И мы представляем вам омниканальную B324 CRM. B324 объединяет в CRM всех клиентов вашей компании, с которыми вы взаимодействуете по телефону, электронной почте, в Фейсбуке, ВКонтакте, Скайпе, Телеграме, Вайбере и других мессенджерах. Через CRM-формы, интернет-магазин или через 1С в обычном магазине. Все клиенты автоматически распределяются между сотрудниками по правилам очереди. B324 незаметно собирает информацию из всех каналов, в режиме реального времени передает все данные в CRM, создает объединенный профиль клиента и формирует индекс финансовой дисциплины. Вы получаете полную статистику по обращениям клиентов, скорости и качеству ответов. Омниканальная CRM B324 объединяет все каналы коммуникаций, строит единый профиль клиента, позволяет контролировать нагрузку и качество обслуживания. CRM незаметно становится частью вашей компании. Бизнес работает в B324. Бесплатно. Неограниченно. Онлайн. Мне кажется, прекрасное завершение всех усилий по CRM, которые мы применяем, для того, чтобы объединить все в едином продукте. С удовольствием я посмотрел эту штуку, но вопрос только один. Что такое портрет клиента? Появился новый термин и новый объект. Он называется портрет клиента. Мы собираем в одну индивидуальную страницу по каждому клиенту все, как вы с ним общаетесь. У нас появился, ну как мы их называем для себя градусник, коммуникационная нагрузка от клиента. По умолчанию у нас установлено, что на одну сделку у вас уходит 7 касаний с клиентом. Это письма, встречи, телефонные звонки. Вы, конечно, это можете настроить. Если нагрузка от клиента была меньше, красота. Но бывают клиенты, которые создают слишком большую нагрузку для того, чтобы сделать одну сделку. И, конечно, вы сможете это увидеть. Мы создадим вам статистику загруженности по каналам. Представим индекс финансовой дисциплины. Это соотношение выставленных и вовремя оплаченных счетов. Покажем конверсию, число коммуникаций через открытые линии, предпочтительные каналы коммуникации, удовлетворенность клиента, которую можно считать по разным каналам, число телефонных звонков, нагрузку по каналам. 1С-трекер, число продаж, которые выполняются. Мы даже здесь поставим ссылку, по которой у вас откроется 1С, вы сможете посмотреть его профиль уже непосредственно в 1С. Так устроен профиль клиента, портрет клиента. И все тоже CRM незаметно становится частью вашей компании. Объединяются все каналы коммуникаций, строится единый профиль клиента и позволяет контролировать нагрузку и строить дисциплину среди сотрудников для обработки всех данных. Незаметно CRM становится частью вашей компании. Ну что ж, будем немного ускоряться для того, чтобы представить вам следующие новинки. Это вообще волшебная штука. Я очень много выступаю на наших семинарах с нашими партнерами и практически на каждом мероприятии, после того, как я рассказываю про CRM, ко мне подходят и спрашивают, а вот воронки – это хорошо, они у вас есть в CRM, но когда же можно будет сделать для разной воронки, для разных типов сделок? И я тоже часто слышу этот вопрос, но ответ всегда был примерно такой. Вы знаете, на самом деле воронки-то две нарисовать не так сложно. Сложнее сделать, чтобы свойства и сделки были принципиально разными. Ведь клиенты не хотят заполнять все те же самые данные, когда они отличаются. Поэтому мы вам представляем готовое проработанное решение, в котором вы можете настроить столько воронок, столько, сколько вам необходим. По сути, мы говорим не даже не о воронках, а о типах бизнесов. Вы можете настроить те статусы, по которым должны проходить сделки в зависимости от того или иного типа бизнеса. И, конечно, вы можете настроить разные типы бизнеса и свойства сделок, которыми будете работать. Мебель на заказ, готовая мебель, дизайн помещений. И добавить новое направление в бизнесе. Мультиворонки становятся частью BITREX24 CRM. Но мы решили все-таки, что это взрослый инструмент. Он попадает только в самые верхние два тарифных плана. Команда будет включать две мультиворонки, а компания будет включать неограниченные возможности по мультиворонкам. Да, есть нюанс. Помимо дополнения своих полей, можно настроить свои статусы и свои права доступа в зависимости от типа бизнеса к сделкам. И построить свои отчеты. Движемся дальше по обновлениям CRM. По-моему, здесь должны быть очень громкие аплодисменты. Это штука, которую очень долго ждали. Да, это очень востребованная вещь. Мы хотели бы еще о некоторых новинках сказать. Во-первых, появилось много контактов в одной сделке и в коммерческом предложении. Давно нас спрашивали этот функционал, и эта возможность сегодня появилась. Совместная работа с отчетами. И для тех клиентов, кто предпочитал работать в живой ленте, и в живой ленте CRM, и вообще в живой ленте, будут доступны все контакты, которые необходимы. Движемся дальше. И теперь мы представляем вам мобильную CRM. На первый взгляд, это обновление. Но оно настолько большое, что можно говорить о том, что, в принципе, совсем изменился продукт. Запустив Bittrex 24 и переедая в мобильную версию CRM, вы увидите полностью измененный обновленный интерфейс. Наши разработчики очень сильно старались понравиться и предоставить удобный инструмент. Такие карточки будут вас встречать. Вы можете просматривать их, настраивать какие-то свойства, выводить нужные, необходимые поля, сортировать поля. Вот сейчас я отобрал только то, что связано с арендой. Можно будет выбирать и сортировать по нужным полям и нужным направлениям. А также можно будет настроить те видимые свойства, или те поля, которые используются у вас в сделке, и показать их в вашем списке ваших сделок, лидов, предложений и так далее. Мы показали только одну страницу, но изменились все страницы. Изменились контакты, кампании, сделки. Все функциональные возможности изменили свой внешний вид. И мы бы хотели показать вам еще два сценария. Это входящий и исходящий звонок. Мы считаем входящий звонок очень важным сценарием. Опять переходим в ЦРМ. Происходит звонок. Мы отвечаем. Автоматически создается лид. Мы переходим к просмотру. И на основании этого лидов мы можем... Прямо во время разговора. Да, во время разговора мы переходим в лид. Мы можем автоматически создать сделку, добавить в эту сделку необходимые поля. Я сейчас добавлю, например, товары какие-то дополнительные, которые обсуждаю с клиентом. Можно увеличивать их количество. Я добавил велосипед, ставлю, что их два. И автоматически, когда клиент согласен выполнить эту сделку, я могу выставить счет на основании данной сделки. Это входящий звонок, который был тут же обработан. Но теперь есть возможность и более удобная возможность совершать исходящие звонки непосредственно из мобильной ЦРМ. Из списка, например, сделок я могу выбрать какую-то конкретную сделку или контакт и произвести автоматический звонок. Мне спрашивают, через что я хочу сделать звонок. Я выбираю Bittrex 24 и делаю звонок. Очень важно, мы считаем, что разговоры будут записаны и автоматически будут сохранены в ЦРМ. И в дальнейшем, конечно, вы сможете послушать, зафиксировать этот звонок, и он будет правильно храниться. Так выглядит и работает новая мобильная версия ЦРМ в Bittrex 24. Движемся дальше. Задачи и проекты. Очень важный блок. Мы активно занимаемся его развитием. И в предыдущей версии мы представили вам зависимость в Гантах и вообще принципиальные изменения по Ганту. И нас спросили, а переверните нам этого Ганта. Дайте нам возможность посмотреть загруженность сотрудников по задачам. И мы даем возможность теперь в новом интерфейсе посмотреть задачи и есть ли у сотрудника, ну, если так можно сказать, окна для того, чтобы выполнять задачи, и какие из них он выполняет одновременно. Еще одно важное изменение по задачам, конечно, это дополнительные поля, пользовательские поля. Вообще ресурсная достаточно задача. Нам удалось ее сделать, мы ее выпустили, но она будет доступна в двух верхних тарифных планах. Пользовательские поля для команды и для компании. Также для задач совместные отчеты, задачи на основании, в живой ленте или в комментариях. Собственно, увидев какой-то текст прямо в живой ленте, вы его сможете выделить и сказать, хочу поставить на него задачу. И автоматически указать, кто будет исполнительным. Мы уже выпустили мобильные задачи в предыдущем релизе, и в новом мы добавляем возможность присоединять к задачам файлы, как к самой задаче, так и к комментариям. Привязывать данные к ЦРМу, то есть задачу можно будет привязать к ЦРМу, учитывать время и использовать подзадачи в рамках мобильных задач. Продолжаем. Теперь мы хотели бы представить изменения в календарях. Совсем недавно появлялась интеграция с Google календарями и более простое подключение календарей к мобильным устройствам. Но нам хотелось улучшить планировщик, дать возможность легко создавать события и планировать встречи из живой ленты. Мы считаем важным возможность сразу из живой ленты выбрать конкретных участников. На общем таймлайне вы видите общую загруженность. Если вам этого недостаточно, вы можете развернуть, посмотреть, какие участники в какие дни заняты ли, в какие часы, выбрать оптимальное для всех время, установить его, тем самым создав общее событие на всех участников, ваших коллег. Ты знаешь, я уже столкнулся с одним желанием при использовании этого функционала в нашем портале. Я однажды добавил туда практически всю компанию, и было сложно подобрать окно, которое бы подходило всем. Я очень надеюсь, что в скором появится кнопочка «Найти ближайшее свободное окно на это время». Движемся дальше. Bittrex 24 диск. Инструмент активно используется. Однажды мы с Сашей решали задачу по созданию резервной копии в другой юрисдикции для Bittrex 24 диска. И оказалось, что там все измеряется уже сотнями терабайт, и далеко не просто создать такие хранилища. Bittrex 24 диск активно используется клиентами, и появилось два дополнительных инструмента. Блокировка документов. Когда вы фактически прижимаете документы, говорите, никто, кроме меня, больше использовать не может. Либо ограничение на создание публичных ссылок. Помимо этого, сам диск обновился, обновятся десктопные приложения, они станут и быстрее, и надежнее. Ну что ж, мы рады представить вам всю Bittrex 24 CRM. В рамках этого проекта мы представили много новинок. Некоторые из них… Целых 12 новых фич, из них 8 абсолютно новые впервые появились в Bittrex 24. Некоторые, на мой взгляд, являются настолько важными и знаковыми. В частности, открытые линии онлайн-чат – это своего рода построение нового продукта, коммуникации между компанией и между клиентами. Это внешняя коммуникация, по сути. Это коммуникация вместе с клиентами. CRM-формы – прекрасный бизнес-инструмент. Он станет очень важным инструментом и для клиентов, и для партнеров, которые оказывают услуги, настраивают и коммуницируют вместе с клиентами. Счета онлайн – это прям целое направление развития всего CRM. E-mail-трекер, 1S-трекер – это то, что сделает еще более насыщенными данные, которые хранятся в CRM. А мне канальная CRM – твоя любимая и наша любимая. Мультиворонки, мобильная CRM, которая принципиально изменилась. Задачи и проекты, календари и Bittrex 24 диск. Мне кажется, сейчас каждый из вас хочет задать вопрос. Когда? Когда это все появится у наших партнеров, у наших клиентов? На самом деле я действительно каждый раз хочу, чтобы можно было так махнуть в онлайн и сказать «Юра, выпускай». И технический директор что-то переключил, и все выпустилось сразу. Я действительно хочу, чтобы представленный новый iPhone сразу появился в продаже. Иногда мне хочется, чтобы новая представленная Google операционная система так же поступила завтра, а не через 6 месяцев. Ну, видимо, так устроены уже бизнес-процессы. Я напомню, что выпускаем обновления мы, если можно так сказать, очередями. Первая очередь касается примерно 5% клиентов. Обычно в этот пул попадают NFR лицензии партнеров, с кем мы активно начинаем в первую очередь работать, и клиенты самых разных зон юрисдикций, языков и так далее. Таким образом идет первая обкатка функций, и мы дорабатываем в деталях по коммуникации с нашими клиентами, дорабатываем этот продукт, после чего он начинает предоставляться всем остальным клиентам. Есть хорошие новости. С 14-15 июня мы сможем вам предоставить CRM-формы, и вы сможете начать работать и интегрировать их в CRM, открытые линии, 1S-трекер, мобильную CRM и BITREX 24 диск. Ну, практически все из этого – это бесплатные инструменты, которые доступны абсолютно всем. И я уверен, что клиенты активно начнут использовать и один, и второй инструментарий. И в течение следующих двух недель мы будем выпускать инструменты последовательно. Мне сложно сейчас вам дать какой-то более точный график. Я рассчитываю, что до 30 июня мы сможем выпустить онлайн-чат, e-mail-трекер, омниканальную CRM, счета онлайн, мультиворонки, календари, ну и, собственно, задачи и проекты. Мы выпускаем очень много нового. Цены менять будем? И ответ на это простой. Тарифы для BITREX 24 сегодня не меняются. 4 тарифных плана, проект бесплатный на 12 человек, на неограниченное число пользователей, на 12 бизнес-пользователей. 5 гигабайт с полностью доступной и бесплатной CRM. Я хочу поблагодарить коллеги, весь наш офис, всех разработчиков, которые и участвовали, и участвуют в активной подготовке к этому релизу. И мы готовы переходить к вопросам. Коллеги, скажите, пожалуйста, а кто будет транслировать нам вопросы из онлайн? Я могу онлайн транслировать. Я думаю, что ты не успеешь. Нет. А, все, Сергей, да, хорошо. Тогда, пожалуйста, прошу вопросы по порядку. Только коллеги побыстрее. Пока вопросы... Саш, у тебя микрофон есть? Коллеги, коллеги. Прошу. Добрый день. Вопрос такой. Так, трекер по электронной почте. Попадут ли старые письма в Bittrex 24, которые уже были в этом ящике после его подключения? И можно ли одному сотруднику подключать несколько почтовых ящиков, если он работает с разными ящиками? Пока мы не сделали возможность подключать несколько почтовых ящиков. Для одного сотрудника один ящик. Старые письма попадут, по-моему, за последние три дня. Пока это ограничение поставлено искусственно, посмотрим, как взлетит система. Нам кажется, что есть клиенты, мы даже знаем таких, мы с такими работали, у которых в ящиках сотни тысяч сообщений. И некоторые из них, наоборот, будут очень расстроены, если мы подключим им все эти письма. Поэтому пока остановились на таком варианте. Пожалуйста, вопрос из онлайна. А, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, спасибо за презентацию. У меня такой вопрос. Мобильный клиент для Windows Mobile. Когда появится? У меня есть классический ответ. О, Боже. На самом деле, мне казалось, вот мы перед этой презентацией собирались, я уже говорил, ну в этот раз уже точно не будут спрашивать по Windows Mobile. Уже все, время прошло. И Microsoft сказал, ну да, не получилось. Поэтому пока нет. Извините. Пожалуйста, вопрос. По почте есть ровно обратный вопрос. Можно ли сделать так, чтобы почта забиралась по определенным ключевым словам, а не вся? Можно сделать таким образом, чтобы мониторить входящие только определенные ящики. То есть вы можете настроить не всю папку входящих, а вы можете настроить эту, эту, в которую документы попадают по определенным правилам. Да, действительно. И можно исключить ненужные email-адреса, которые вы не хотите, чтобы попадали в CRM. То есть адреса, например, личные переписки или еще какие-то адреса, которые ненужно попадали, чтобы в CRM. Вы можете их исключить? Пожалуйста, вопрос. Будет ли контроль дубликатов в CRM-формах? Да, будут автоматически контролироваться дубликаты. Мы проверяем фамилию, имя человека, email, телефон. В будущем мы будем поддерживать еще больше полей для проверки дубликатов. На данный момент это три поля. Все, что работает в CRM. Пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо большое за релиз. Отличная презентация. У меня вопрос такой. Я Алексей Акарас, давайте пинал. Значит, в отношении 1С, трекер, он будет работать с облачными 1С. То есть мы обсуждали этот вопрос. И появится ли поддержка трекера в бухгалтерии предприятия? Потому что много клиентов сидит не на УТ, а на бухгалтерии предприятия. Я как раз говорил, что мы сделали два модуля, будет поддерживаться как торговля, так и бухгалтерия, то есть учетные системы. С облачными системами мы можем работать только с теми, которые позволяют установить модуль. Мы сделали современный модуль, который не требует именно интеграции внутрь платформы. Это поддержка новых систем 1С. Если облачные сервисы захотят использовать этот модуль и установят у себя, то, соответственно, мы будем работать и с этими системами. Мы постараемся, Алексей, чтобы это получилось. Благодарю. Пожалуйста, вопрос онлайн. Какие возможности по настройке CRM-формы убрать, добавить логотипы, настроить CSS под сайт и так далее? Вы знаете, не перечислю сейчас список. Мы дадим возможность поработать с этим инструментом. CSS дадим настраивать, можно будет перенастроить полностью форму. По формам интересуется, можно ли будет делать задачи из форм. То есть я понимаю, что это CRM-формы, но вот именно задачи из форм. Неожиданно. Ну да, через бизнес-процесс. То есть CRM-формы сохранит данные в CRM, запустится бизнес-процесс на создание, который может создать задачу. Да, такой сценарий возможен. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, Матрица. Дмитрий, спасибо за презентацию. Очень классно. По поводу поиска есть какие-нибудь там продвижки? Хороший вопрос. Да, подвижки есть. Мы готовили к этому релизу, но, скорее всего, это лето, либо начало осени. Мы постараемся выпустить поиск. Пожалуйста, вопросы. Добрый день, Алексей, что делает консалт? Вопрос к Юрию. Планируется ли к 1С-трекеру добавить конфигурации 1С ERP и 1С управления большой фирмой? Это универсальные модули, они подходят ко всем системам. Они подходят ко всем системам, можно будет использовать. Пожалуйста, из онлайна. А как долго будет храниться переписка у пользователя для оператора, ну вот, видимо, для открытых линий, потому что сравнивают с конкурентами, похожими системами, говорят, что есть ограничения по времени хранения переписки? У нас нет пока никаких ограничений по времени хранения. Более того, ведь они же являются частью в CRM, то есть они будут представлены в CRM как данные, и нет необходимости их по большому счету чистить. То есть это мессенджер, и он будет работать. Там будут данные, которые не послужили данными для CRM, то есть, ну, как бы, холостые диалоги, начало, они не будут храниться, и будет настройка, когда это будет удаляться. Скорее произойдет другой процесс. Если вы общаетесь с этим клиентом, то есть идет переписка в обе стороны, то мы сохраним данные, и если вы удалите письма у себя на сервере, данные в CRM сохранятся. Пожалуйста, еще из онлайна. А, пожалуйста, вам вопрос. Николай, Дин Москвы. Вопрос, когда будет в коробке, и все ли функции будут в коробке? Безусловно, все функции будут в коробке. А я забыл спросить, когда в коробке будет. Не хочу вам врать, я уточню, и когда мы будем на кофе-брейке, я вам дам более точный ответ. Но обычно, по времени, ну, наверное, можно представить, что где-то, наверное, июль. То есть мы, скорее всего, выпустим сначала в облако. Традиционно они будут доступны в бете для коробки. В релиз, скорее всего, середина июля, где-то так. Но я уточню, дам вам информацию. Пожалуйста, вопрос. Сергей, вроде был анонс, что будет рестапи в коробке. Да, мы не включили это в презентацию. Мы в коробочную версию выпускаем рестапи. А с точки зрения пользователя это означает, что все облачные приложения, написанные для облака Bitrix24, смогут работать с коробочной версией Bitrix24. Что, в общем, даст возможность разработчикам один раз выпускать приложение. Без сомнения. Спасибо за вопрос. Вообще, это большое технологическое обновление. Мы хотели его представить на мероприятии, которое у нас пройдет в ближайшее время. Кстати, воспользуюсь случаем проанонсировать. 1 июля 2016 года пройдет бесплатная конференция, которую мы называем Bitrix Day. Она пройдет сколково и будет включать в себя пять параллельных потоков. По технологиям, по продуктам, по процессам. И это пройдет. И мы представим на этой конференции новую версию управления сайтом. И очень подробно расскажем о Bitrix24. Очень интересный и насыщенный день будет. Конференция бесплатная, но число, место ограничено. Обязательно регистрируйтесь. Пожалуйста, вопрос. Тихомиров Роман, генератор событий. У меня вопрос. Будет ли возможность синхронизации CRM-контактов с внешними книгами контактов? Спасибо за вопрос. Мы, в принципе, технически к этому готовы. Но последствия бывают довольно сложные для клиентов. Потому что CRM, по крайней мере, из того статистики, что мы видим, очень большие. И клиенты реально опасаются полной синхронизации всей базы. Да, смартфон может потянуть, но база становится сложной. На одно имя, на один контакт оказывается очень много данных. Поэтому мы не решили этот вопрос не технически, а скорее организационно. Возможно, хотя бы частичный перенос, типа имени и фамилии. Давайте на кофе-брейк с Юрой Волошиным попробуем обсудить IT-вариант. Спасибо. Пожалуйста, из онлайна. Онлайн-счета хорошо, а акты можно будет выставлять по оплаченным счетам? Пока, к сожалению, нет. Еще вопрос? Вопросов много. Я представляю, да. Один из трекер для казахстанских конфигураций, ну и, видимо, для других тоже. Будет ли сразу доступен или ждать? Я думаю, будет сразу доступен, потому что приложение универсальное. У казахстанских конфигураций не очень большое отличие. Да, мы планируем выпустить. Сергей, вопрос еще. А по поводу цифровой подписи думали, нет? Ну, чтобы сразу все в одном. Много раз думали и с тобой, мне кажется, обсуждали. И вообще со всеми клиентами обсуждали. И никто не может ответить. Мы говорим, да, мы можем. А какой сценарий использования вы хотите? Акты те же самые. Это немножко другая. Внешнюю историю мы не планируем. Я думаю, что это настолько сложная часть и очень специфическая с выдачей сертификата, с маршрутизацией. Пока у нас решения на этот вопрос нет. Спасибо. Спасибо. Саша, пожалуйста. Спасибо за презентацию, за обновление. Очень круто. По email-трекеру вообще отдельное. Спасибо. Это давняя боль. Собственно, по нему и вопрос. Когда приходят письма от клиентов, большая переписка, бывают вложения в почту. Предполагается ли где-то собирать вложения со всех писем, пришедших в сущность CRM и складывать, как сейчас это сделано в задачах, на отдельную вкладку, для того, чтобы потом не лазить по истории и видеть все вложения в собранных в одной вкладочке, может быть. Предполагается. Наши эксперименты с задачей как раз и были. Они будут продолжением для CRM. И второй вопрос, если позволите. Частая ситуация, когда вначале идет продажа, она фиксируется в CRM, потом идет уже производство, особенно если это в услугах. И надо переключать общение на производство. И, наверное, это нехорошо тянуть в CRM, наверное, это лучше тянуть в группы. Есть ли в планах какой-то такой переключатель, что сделка состоялась, начали делать, и дальше все общение пошло в группу, ну, немножко другой сценарий уже пошел. Очень близко там все. Действительно, все инструменты как бы находятся рядом, но вот такого универсального сценария, чтобы вот одной галочкой организовать этот процесс, пока не придумали. Ну, давай попробуем на партнерке, на битривзне попробуем пообсуждать сценарий, поискать варианты. Пожалуйста, Саш, наверное, из онлайна. Да, по счетам онлайн спрашивают, можно ли будет расширять платежные системы. Конкретно спрашивают про банк точка. Ну, видимо, вообще, в принципе, про разные платежные системы. Ну, с точкой мы вообще очень дружны. Я думаю, что мы, конечно, побыстрее сделаем и подключим их, свяжемся с коллегами. Мы вообще заинтересованы в максимальном наборе платежных инструментов, платежных систем. Поэтому и приглашаем контактировать и с нами, и с партнерами для подключения. Пожалуйста, вопрос. По открытым линиям, по ВКонтакте интегрируются только сообщения сообщества или можно привязать личный аккаунт и открыть для него линию? Вы знаете, я очень хотел привязать свой аккаунт, чтобы кто-то за меня отвечал. Иногда мне этого очень хочется. Но, к сожалению, такой возможности API сегодня не предоставляет. Поэтому, да, это открытые сообщества, это страницы, группы. Пока нет возможности подключить отдельные аккаунты. Но как только API появится, мы обязательно это сделаем. Пожалуйста, вопрос. Владимир Севрук, информатика, сервис. Вопросов у меня нет. Я хочу сказать, что вы сделали очень крутой релиз. И вот пока я слушал презентацию, я понимал, что сейчас все партнеры должны подорваться и побежать зарабатывать деньги. Вот этот релиз дает колоссальную возможность для заработка партнерам. Спасибо. Спасибо тебе большое. Ну давайте еще несколько вопросов. Пожалуйста. Вопрос от партнера. Не по презентации, а по недавнему событию. Планируете как-то предотвращать вот такие аварии? Потому что многие сейчас рассматривают сервисы. И когда работа встает, то не очень интересно для бизнеса. Вы знаете, такое случается в технологических системах. И, кстати, в тот день у нас простой составил два с половиной часа. А в этот же день была большая авария у Apple. Она, по-моему, в часах выражалась значительно большей величине. Сказать, что компании не прикладывают к этому усилию, я уверен, что все, очень много, в самых разных составляющих. Бывают такие случаи. Для того, чтобы этого не случалось, очень много усилий, денег, ресурсов прикладывается. Поэтому, конечно, мы постараемся и приложим все усилия, чтобы таких моментов не происходило. Пожалуйста, еще несколько вопросов. Прошу. Добрый день. Владимирова Екатерина, компания InfoSpice. Отличная презентация. Я хочу спросить про будущее, которое становится настоящим. Я хочу спросить про блокчейны, смарт-контракты. Вы думаете, в этом направлении Bittrex будет в этой бойме? Или это вообще другая история для вас? Спасибо большое за вопрос. Каждый раз рассказываю историю, что два раза в год мы собираем стратегическую сессию, на которой размышляем и думаем над тем, как использовать те или иные сценарии. Какие тренды происходят и как меняются коммуникации, бизнес и все остальные составляющие. У нас есть несколько сценариев. Мы думаем, пока они еще не превратились в какой-то практический сценарий использования. Но, в принципе, конечно, такое возможно. Стараемся внимательно следить за трендами. Пожалуйста, вопрос онлайн. Можно ли в форме получить в чистом виде код, без всяких лендингов и прочих приблуд, и чтобы она работала в режиме Аякса? Видимо, для встраивания на сайт и куда-либо еще. Аякса нет, но на ролике мы показывали как раз встраивание в страницу, и форма прекрасно встроилась и работала. Да, конечно. В общем-то, один из основных сценариев использования формы и для встраивания ее, собственно, в сайт. Кстати, вот ту форму, которую вы заполняли на это мероприятие, она уже была создана на CRM-формах, и все данные попали в CRM. Мы вас зафиксировали. Ну, давай, последний вопрос. Есть ли возможность автоматического выставления счетов ежемесячно? Сегодня такой возможности нет. Мы над этим размышляем. Есть спрос со стороны клиентов и есть ожидания. Пока не буду забегать вперед, но, в общем, такое решение возможно. Ну что ж, спасибо большое. Мы завершаем эту презентацию. Еще раз поаплодирую всем, кто участвовал в этом подготовке, этого мероприятия и отделу маркетинга. Большой привет в онлайн всем, кто нас смотрел, и всем, кто готовил этот релиз. Спасибо. Спасибо всем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...